здравствуйте мои прекрасные зрители записала несколько видео не знаю зачем но на самом деле было просто очень прохладно я надела сверху пиджачок этот пиджачок меня так ставит по крайней мере в кадре я не знаю вот я всегда себя веню за то что я на тоже модный контент записываешь и всегда в одних своих свитшотах сидишь и да люблю свитшоты кстати многие мне написали видео где рассказала о стильных о стильных трюках это видео набрало провальное количество малое количество просмотров мне написали что там старше я кстати там и выгляжу старше что в пиджачке решила не переодеваться к записи база так называемой ну и плюс еще у меня собранные волосы мне многие писали летом что волосы собранные мне хорошо за что большое спасибо меня все поддержали когда я отрезала свои прекрасные волосы но у меня скажем так взрослят взрослят определенные прически также как возможно и вас посмотрите что называется его пример чужим наука потому что со стороны очень часто виднее виднее действительно что старик старик макияж активный на лице очень часто ставит какая-то вот одежда действительно по крайней мере в кадре кого-то ставит но видео не об этом видео о банках и так я получила несколько секунд славы на первом канале я не видела этот сюжет но мне написали зрители большое спасибо я открываю с утра а мне пишет я на вас показали на первом канале на первом канале несколько секунд кстати эти несколько секунд были украдены я думаю что многие понимают что по закону об авторском праве которое к счастью в россии имеется этот закон имеется если меня показали без моего разрешения это было сделано без моего разрешения то значит у меня украли украли контент украли фотографию хотя опять же допустим на инстаграме не защищено ничто не защищено авторским правом и я купила себе банки не потому что меня показали на первом канале кстати я надеюсь что для многих это будет показанием того что в общем то ну можно доверять на редактором первого канала x не знаю на первом канале мне показали либо на другом но любом случае редакторам надеюсь что многие-то так и страктуют можно доверять они стали бы показывать человека у которого как не часто пишут ботокс ботокс во лбу но про гиалуронку я кстати не часто пишут но раньше писали про гиалуронку когда у меня губы были такие натренированные раньше я бы тренировала показывал сейчас я больше отдаю предпочтение массажем и я надеюсь что многим это будет как раз таким знаком того что можно Очень хорошо выглядеть, как некоторые в определенном возрасте Но самое главное, не тратить ни денежки, ни особо большое количество времени Вы не представляете, сколько я времени экономлю тем, что я вот это вот не намазываю Все на себя, не намазываю, никуда не колю Потому что, кстати, это нужно же часа три времени И где-то, наверное, 300 евро на зону Я узнала, кстати, да, 300 евро на зону И, кстати, мне часто говорят, что у меня ботокс во лбу Вы знаете, я бы на самом деле, если бы уколола ботокс, то это были бы глаза Потому что глаза, конечно же, собираются у меня в гусины, эти ненавистные лапы А лоб достаточно хорошо себя ведет Поэтому, если бы я ботокс колола, то скорее бы в глаза Что-то я заговариваю, сегодня я банки купила новые Потому что ту зеленую баночку свою я найти не могу И я очень рада этому набору Меня часто спрашивают, где я покупаю Я в этот раз купила на Амазоне, конечно же, друзья, я думаю, китайцы постарались И такими банками обеспечили полумира, я думаю И я хочу сделать обзор на эти банки Потому что, вот, например, эту банку я летом покажу вам свой антицеллюлитный массаж Я делала массаж вручную, но теперь я поняла, что вот с этой банкой вообще массаж будет супер А целлюлита никакого не будет, по крайней мере, у меня, потому что я еще питаюсь определенным образом Вот эта средняя банка совершенно точно подойдет мне для предплечья Здесь тоже все буду массировать, чтобы у меня там лимфа хорошо ходила И кожа не обвисала по возможности Но для лица нам интересны две эти банки Итак, есть банки вот такие И есть та, какая у меня была зеленая Она сделана в форме колпачка И могу сказать, что, в принципе, разницы особой между банками нет Потому что, называется, то, к чему вы привыкли, то вам и удобнее Единственное, что я сразу могу сказать, что у этой банки диаметр оказался чуть-чуть меньше Поэтому, если вы хотите банки для лица, наверное, уже многие поняли, что я не использую банки, которые предназначены именно для лица То есть маленькие баночки, там непонятно, что ты себе можешь сделать А точнее, ничего не можешь сделать Я люблю большую банку Именно с моей большой банки началась моя большая любовь к этому массажу Я присосала себе налог Рассказывала, у меня синяк образовался Но на самом деле это не синяк Суть синяка – это разрыв капилляров А суть банки – это, скажем так, приподнятие Я даже не знаю, как это объяснить и не надо Но вы поймете, что если поинтересуетесь, если загугли... Закончилась карта памяти у меня Так вот, я говорила о том, что если мы загуглим у нашего общего друга Гугла Спросим, что у нас получается после... Что за след получается после использования банки То это не будет синяк по своей сути И если вы впервые будете применять банку на лицо Если вы будете впервые применять банку на лицо И у вас все-таки останется след Имейте в виду, что лучше все-таки такие эксперименты проводить с пятницы на субботу и на воскресенье Когда у вас будет несколько дней, чтобы этот след прошел Но удивительно, но факт Если вы потом поверх этого следа сделаете массаж банкой То, соответственно, он у вас легко и быстро сойдет Поэтому, резюмируя, могу сказать, что да, совершенно точно я советую вот такие банки Единственное, что я не совсем еще поняла Там инструкция есть, я ее не читала Нужно вот таким образом отжимать банку, чтобы ее присосать Либо можно вот так Потому что вчера я целый вечер делала массаж Мне очень понравилась эта маленькая банка И сжимала я ее так же, как и сжимала до этого зеленую свою банку Единственное, что могу сказать, что вот этот силикон Но я думаю, что это зависит на самом деле от производителя Он очень плотный, он гораздо более плотный, чем на моей зеленой банке Это обеспечивает лучше, скажем так, присос банки к лицу Я не буду показывать вам в этом видео то, как я делаю массаж Потому что он делается той же самой технологией, как я делала до этого Единственное, что вчера я не нанесла масло Я делала просто по лицу И могу сказать, что очень мне нравится результат Вообще, если говорить о молодости лица Вот такими, при помощи таких технологий, скажем так Как массаж и лицевая гимнастика Я всегда обращаю внимание своих зрительниц в последних видео Что я сейчас за массаж При этом массаж мануальный, при помощи наших рук Массаж мечом Теперь я делаю двумя мечами Никак не могу показать и записать это видео Двумя мечами просто потому, что за меньшее количество времени Мне удается намассировать обе половины своего лица Соответственно, вот так вот все это делается Это гораздо удобнее То есть, если раньше мне нужно было 5 минут на одну 5 минут на другую То сейчас, делая за 5 минут, я могу обработать все лицо Это гораздо просто более удобно Обязательно запишу видео Но там ничего сложного нет Если вы практикуете массаж лицом Массаж, точнее, лица при помощи меча Вы можете еще один мяч себе приобрести И сделать, в общем-то, так же, как вы и делали Только при помощи двух мечей и двумя руками Могу сказать, что массаж ложками А также массаж банками Это разные, на мой взгляд Я человек, который все-таки не является профессионалом Он не в массаже, не в том, что касается строения лица Но то, как это все воздействует на лицо Какое ощущение после И какова сила нажатия, сила воздействия И, скажем так, тот тип воздействия, который получается Здесь мы понимаем, у нас вакуум воздействует При помощи меча мы давим конкретно на определенные точки При помощи ложек такого конкретного давления не получается Потому что ложка имеет более пологий, скажем так, край При помощи, тем не менее, рук мы можем проработать те зоны Которые мы не можем проработать При помощи других техник Но, допустим, если мы массируем тот же самый лоб Сделать это гораздо эффективнее при помощи меча Вот могу сказать, что я сейчас за все эти смешанные техники Безусловно, массаж мечом мне нравится больше Потому что его очень легко делать Лицо, на самом деле, ты чувствуешь лицо И лицо расслабляется Я вам искренне рекомендую, когда вы смотрите какой-нибудь фильм Очень часто во время даже просмотра приятного фильма У нас получается непроизвольная мимика Я вам очень рекомендую в начале фильма взять Либо банку, если она у вас имеется Либо ложку, если у вас не имеется банки И нет мяча Либо мяч еще лучше И помассировать буквально 5 минут Все, вы, скорее всего, расслабите себе лицо На те полтора часа, которые вы будете смотреть Тот или иной фильм, ту или иную программу Потому что именно непроизвольная мимика Именно спазмирующие мышцы Они создают нам те морщины От которых потом сложно избавиться И здесь, в конце этого видео Хочу также прокомментировать Прокомментировать ответ, скажем так, свой На пожелание одной моей зрительницы Использовать все-таки крем в районе своих гусиных лапок Именно с них я не случайно начала Могу сказать, что вы, дорогие зрительницы Должны совершенно точно понимать Когда крем может помочь Он может помочь от морщин Которые образуются при сухости кожи Но с этими морщинками Это даже не морщины, это морщинки Может справиться элементарно Детский крем, в котором так или иначе В той или иной пропорции содержится ланолин Этот крем можно купить в любой аптеке Этот крем можно купить, ну, здесь, в Италии В любом супермаркете Бипантенол Это самый распространенный крем Который стоит в отношении цена-качества Стоит адекватных денег Он стоит меньше 10 евро В районе 7 евро, если я не ошибаюсь И вот он вам уберет вот эти мелкие морщинки Которые возникают очень часто Потому что, да, кожа теряет свою влагу Она теряет влагу по многим причинам Чаще всего это активное отопление в машине Активное также отопление дома Но в том, что касается морщин Которые образуются у нас от мимики Именно поэтому они называются мимические морщины И то, что мы имеем вот здесь То, что я имею вот здесь То, что я скоро буду иметь вот здесь Мне очень тяжело справляться со своей непроизвольной мимикой Здесь не поможет совершенно точно Никакой крем Никакой крем Потому что это морщина, которая формируется в силу механического залома И, соответственно, здесь никакой крем не поможет Но при этом путь решения проблемы хотя бы частичный Все зависит от возраста Все опять же зависит от того, насколько мы активно используем свою мимику Насколько мы ее не контролируем либо контролируем Так вот могу сказать, что частичный хотя бы путь решения проблемы Это массаж Это расслаблять те мышцы, которые спазмируют Это расслаблять те мышцы, чтобы чувствовать, как выглядит, как чувствует себя Как вы сами чувствуете свой собственный лоб А свои собственные губы Почему я часто говорю, что нужно приоткрывать рот Смотрите фильм, приоткройте рот Смотрите это видео, приоткройте рот И вы почувствуете, что вот здесь у вас расслабляется Соответственно, свое лицо в расслабленном состоянии Его нужно знать и чувствовать Потому что свое лицо, когда оно напряжено Когда мы хмуримся, когда мы зажимаем и поджимаем когда мы так щуримся подозреваем всех да во всех там мысли всяких то соответственно мы очень часто как раз таки вот этого не чувствую эту мимику мы не контролируем именно она приводит к морщинам именно поэтому я всегда говорю что сама по себе улыбка я человек очень лучше этого что многие смогли это понять не ведет к формированию носогубных складок не ведет об этом уже много написано и сказано сама по себе улыбка не ведет к формированию формированию гусиных лапок потому что если я не улыбаюсь у меня даже нет борозд на коже и в общем то активная мимика она не ведет к к морщинам ведет к морщинам как раз таки заломы которые у нас образуются когда мы когда мышцы спазмируют для того чтобы они спазмировали нам любой массаж в помощь начинайте с любого массажа я вам искренне это рекомендую и советую часто мне говорят я на ты не можешь не имеешь права советовать не имеешь права рекомендовать да у меня нет медицинского образования но у меня есть определенный многолетний уже опыт использования тех практик которые я рекомендую на своем канале на себе прежде всего желаю всем быть красивыми желаю всем солнечного настроения весеннего настроения увидимся очень скоро это была яна скворцова всем пока пока